Добрый день, мои дорогие! Олимпийский сезон беспощадный не только к спортсменам, но и к тренерам. За Этери Тутберидзе, как никому другому, особое внимание. Следят за каждым ее передвижением, за каждым жестом. Фигуристки Этери Тутберидзе самые сильные на планете, но мало кто осознает и видит, что то, что спокойно другие тренеры делают, не позволяется делать то же самое Этери Тутберидзе и вообще всему штабу. Наглядный пример. Чемпионат России 2021 года. Жест Евгения Плющенко в Kiss and Cry, а именно Плющенко, опустил большой палец вниз, тем самым не согласился с оценками судьями. А теперь, мои дорогие, представьте, на мгновение, на минуту, что Тутберидзе сделает тот же самый поступок, тот же самый жест. Думаю, уважение, как к личности, сразу упадет. Зрители на самом деле самые жесткие судьи в фигурном катании. Они следят за любой мелочью, даже за мимикой. Очередной пример – Глихенгаус, который не показал радости в кике на своем лице после шикарнейшего выступления Алены Косторной в Финляндии. Или наоборот – недовольное выражение лица после победы хромых над Щербаковой. Глихенгаус, он не умеет скрывать свои чувства, хотя очень старается. Но по выражению лица Даниила всегда видно – либо радость за фигуристку, либо злость и раздражение на несправедливые судейства. Мировая общественность всегда нападает на Даниила за его эмоции. Но самое главное правило штаба Тутберидзе – это запрет на публичное обсуждение чужих учеников. Просто табу. Но вот Алексей Мишин открыто позволяет этот поступок по отношению к штабу. Очередной пример. В Kiss and Cry после выступления подопечного Глеба Литфулина на соревновании Мемориал Панина Мишин Алексей обратился к Глебу, перечисляя его ошибки. Вот цитата Алексея Мишина. «Ты делаешь такую же ошибку, на которую я раньше не обращала внимания, как делает Щербакова Анна. Она вот так делает, вот так своим ботинком. И жестикулирует Алексей Мишин». Наверное, если Аня Щербакова это видео видела, я думаю, ей было не особо приятно. Теперь представьте, что Этери Тутберидзе обсуждает ошибки своей фигуристки, вспоминая, например, Софью Муравьеву или еще кого-то из Плющинских. Или того же Алексея Мишина. Да это было бы просто трэш-скандалом, а не иначе. А как вы считаете, мои дорогие подписчики, должны ли быть границы дозволенного со стороны тренерских штабов, в конце концов, профессиональная этика? Пишите свое мнение в комментариях, а я желаю вам доброго дня и до встречи.